здравствуйте друзья я хочу вам похвастаться своей новой работой вот такого красивого павлина я сделала конечно же из фома мой любимый материал мало того что он обладает яркими красками способностью держать форму но еще и плюс ко всему он сохраняет усилия которые я потратила на эту птицу и теперь поскольку он не намокает он не пачкается он долгие долгие годы будет сохранять вот эту красоту которую я из него сделала именно за это я этот материал и обожаю ну на самом деле я в нее влюбилась мне кажется что из всех вещей которые я делала из фома эта птица самое шикарное творение и я ее он просто обожаю я сейчас сниму ее с клетки чтобы показать вам и со всех сторон у нее вот такая мордочка очень миленькая и вот похоже на живую я постаралась сделать крылья такие как у настоящего павлина вот эти пестренькие рыжие перья у него очень сложное крыло и красиво это потом смотрится когда сделаешь все подробности ну и конечно же у него вот такой шикарный хвост очень красиво смотрится можно даже картину сделать из такого павлина я думаю что основное предназначение этой птицы украшать интерьер и поэтому я посадила ее на клетку и пожалуй если бы я украшала какой-нибудь праздничный зал то посадить поставила бы внутрь красивый букет цветов но у меня дома единственное предназначение этой птицы пожалуй это украшать дни рождения какие-нибудь праздники поэтому в клетку я поставила подставку для торта небольшой тортик ну небольшой но толстенький красивый сюда может поместиться и можно отрезать кусочки можно поворачивать эту подставку и вот таким образом конечно шикарно будет смотреться он на столе займет пол стола но тем не менее можно будет его со всех сторон оглядывать и любоваться так что я думаю будет центром всеобщего внимания на празднике но скорее всего мне придется с ним все-таки расстаться поэтому я попозже сделаю себе другого ну кстати если буду делать другого то уже как объемную картину на стену я предполагаю его сделать потому что этот шикарный хвост можно еще больше распушить и на стене может оказаться такое красивое объемное панно вот но это будет чуть позже я пока купила корзину но к сожалению не было красивой плетеной корзины нужного мне размера нужной высоты чтобы была ручка поэтому придется как-то ее укрепить что-то с ней сделать то за декорируем ничего страшного и даже ручку сделаем немножко поменьше вот я на посажу его на эту корзину внизу сделаю экибану и вот получится такой на мой взгляд очень классный подарок потом покажу вам фотографии того что получится в результате а пока это только идея ну я очень надеюсь что будет красиво и под понравится такой подарок тому кому я его собираюсь преподнести ну а для всех кто сейчас смотрит на эту птицу и думает что сложно работать с фомом я хочу сказать что на самом деле даже если вы еще никогда не слышали об этом материале впервые возьмете его в руки вы вполне сможете сотворить эту птицу потому что с фомом работать даже легче чем с бумагой или с тканью во многих вещах и здесь мы не используем никаких специфических приемов то есть вы узнаете какие-то секретики маленькие тайны но нет ничего сверхъестественного чему вам пришлось бы долго учиться для начала здесь как раз потребуется от вас какие-то навыки в лепке или в скульптуре выпиливание потому что по разному можно сделать каркасы здесь важно сохранить пропорции но в мастер-классе мы подробно обсуждаем все что необходимо для того чтобы сделать самое главное правильно каркас ну а потом расположить правильно перья их обработать особым способом и в принципе просто потратить на это достаточно много времени конечно но все вполне возможно так что не переживайте и вы тоже сможете сделать такую птицу ну а те кто был со мной на мастер-классе я с нетерпением жду фотографий заканчивайте скорее своих павлинов и присылайте мне фото того что у вас получилось создавайте из фома такие работы которые будут украшать мир вокруг вас которые будут восхищать ваших близких и ваших друзей я желаю вам приятного творчества с удовольствием приглашаю вас на мои мастер-классы до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok я желаю вам приятного аппетита